Режим Зеленского в Киеве. Я не думаю, что он пользуется большой легитимностью в своей стране. Его широко ненавидят, но его также широко боятся из-за украинской тайной полиции, которая угрожает любому, кто бросает вызов Зеленскому. Если мы будем достаточно глупы, чтобы пойти на западную Украину, и я говорю мы, я имею в виду НАТО. Верно. И ты знаешь, прямо сейчас я даже не уверен, что такое НАТО. НАТО находится в состоянии беспорядка. Из Вашингтона нет никакого руководства. Но дело в том, что если они будут достаточно глупы, чтобы пойти на Украину с идеей позиционирования себя перед Одессой или чем-то еще, они будут уничтожены. Потому что прямо сейчас, если вы ступите хоть одной ногой на Украину, русские об этом узнают. Они держат это под наблюдением. Они могут нацелиться на это. Они могут ударить по этому. И они продемонстрировали не только своими гиперзвуковыми ракетами, но и всеми своими крылатыми ракетами, тактическими баллистическими ракетами и так далее. Что нет ничего, до чего они не могли бы дотянуться. Всем это полковник Дуглас МакГрегор, ветеран армии США с 28-летним стажем, который ранее служил старшим советником министра обороны США. Полковник МакГрегор – один из немногих американских голосов, которые открыто критикуют участие Соединенных Штатов и НАТО в российско-украинской войне. У него есть несколько невероятных идей, о которых вы никогда не услышите в традиционных западных СМИ. Российско-украинский конфликт начался не пару лет назад. Эта война продолжается уже целое десятилетие. И единственное, что сделали западные силы, это укрепили вооруженные силы Путина до их сильнейшей точки с 1980-х годов. Тем временем, какое будущее осталось у народа Украины? Будет ли НАТО разжигать этот конфликт до полномасштабной войны, которая может перерасти в ядерную с Россией? Чего на самом деле хочет Путин от Украины? И как на самом деле закончится эта война? Мы ответим на все эти вопросы и многое другое в сегодняшнем интервью. Давайте начнем. Ну что же, мне очень приятно снова приветствовать в нашей студии полковника Дугласа Макгрегора. Он является генеральным директором нашей страны, нашего выбора. Полковник, спасибо вам за то, что вы сегодня здесь. Рад быть здесь. Совершенно верно. Полковник, я хочу начать сегодняшнюю беседу с разговора о России и Украине. Сейчас мы вступаем в третий год этого конфликта, или я бы сказал, самого последнего конфликта. Конечно, если изучить историю, то станет ясно, что все началось гораздо раньше. Действительно, начиная с 2014 года. Но сейчас мы находимся на том этапе, когда есть много умов, которые высказываются по этому поводу. И я хочу привести в пример недавнюю статью Стивена Уолта, очень известного профессора международных отношений в Гарварде, который написал эту интересную, на мой взгляд, колонку. НАТО не должна принимать Украину ради самой Украины. И я хочу прокомментировать это твитом, который вы отправили. Вы знаете, что на самом деле в договоре о НАТО нет ничего, что обязывало бы нас что-то делать на Украине. Проснись, полковник, поясни это. Расскажи нам больше об этом. Ну что же, Стивен Уолтс, очень вдумчивый, уравновешенный человек, который за эти годы написал ряд замечательных книг, и он прав. Вся эта история с Украиной совершенно не нужна. Она по-настоящему набрала обороты в 2007 и 2008 годах. После конференции НАТО в Будапеште мы приняли решение еще в 1990-х годах расширение НАТО далеко на восток, после того, как мы дали торжественное обещание этого не делать. Так что конфликт с Россией был неизбежен. И этот момент был четко обозначен послом Бернсом в Москве при администрации Обамы. Это тот самый человек, который сейчас руководит Центральным разведывательным управлением. И он сказал, нет означает нет. И если вы доведете это до предела, вы окажетесь в состоянии войны с Россией. Президент Путин, вы знаете, который изначально очень хотел, чтобы Россия вступила в НАТО, снова и снова разъяснял эти моменты. Так что то, что произошло, к сожалению, стало неизбежным в результате нашей политики. А теперь давайте посмотрим, что происходит сегодня. Скажем так, режим Зеленского в Киеве, потому что я отвергаю идею о том, что Зеленский является всенародной избранным лидером Украины. У меня есть серьезные сомнения на этот счет. Я не думаю, что он пользуется большой легитимностью внутри своей страны. Его широко ненавидят, но его также широко боятся из-за украинской тайной полиции, которая угрожает любому, кто бросает вызов Зеленскому. Сейчас он смертельно раненый зверь. Он умирает. Его режим умирает. Украина побеждена. И в результате он предпринимает любые шаги, какие только может, в качестве последней отчаянной попытки, во-первых, убедить людей в том, что в его режиме еще есть какая-то жизнь. Во-вторых, что он может чудесным образом восстановиться и победить. И в-третьих, в качестве акта личной мести за то, что он считает происходящим с ним. А теперь давайте посмотрим, к чему все это сводится. Ну, вы только что стали свидетелями этого террористического акта в Москве. Эти люди не были джихадистами. Во всяком случае, я бы охарактеризовал их как наемных головорезов. Судя по всему, это таджики, но могут быть и другие выходцы из Центральной Азии. Просто так получилось, что они мусульмане. Им было обещано много денег, если они приедут в Москву и совершат это злодеяние. Все это, похоже, было довольно бессистемно спланировано. Однако внутри страны они действительно нашли тайник с оружием, на который им указали. Это попахивает работой ЦРУ и Ми-6. Они забрали оружие, они вошли, они совершили злодеяние, а затем по глупости сели в тот же автомобиль, на котором приехали. А затем попытались вернуться в Украину тем же маршрутом, которым приехали. Это те вещи, которые обычно не стал бы делать ни один способный повстанец, ни шпион, ни агент разведки. Так что, сюрприз, сюрприз, они были схвачены. Большинство из них были схвачены на обратном пути в лесной местности. Один был схвачен рано утром. Это тот, у кого отсутствует ухо. Возможно, вы видели это в интернете. Российские власти были очень расстроены, когда обнаружили, что у этого человека отрезано ухо. Оказывается, группа спецназа, которая вошла и нашла этих людей, была чеченцами из организации генерала Кадырова. И когда их спросили, кто это сделал, все в организации выступили вперед и сказали, что это сделал он. Так что они всецело поддерживали друг друга в этом начинании. Они герои внутри России. Никто не выражает сожаления по поводу уха этого человека, очевидно. Но это не ИГИЛКА или какая-либо другая группировка ИГИЛ, о чем невнятно бормочет Государственный департамент и Министерство обороны. Все это чушь собачья. Итак, суть в том, что Россия очень старалась под руководством президента Путина найти урегулирование путем переговоров. Это не сработало. Это продвигалось медленно и намеренно по двум причинам. Во-первых, она не хочет бессмысленно жертвовать жизнями своих солдат. И во-вторых, они на самом деле не хотят убивать очень много украинцев, что оказалось безнадежным делом, потому что в конце концов они тоже православные славяне. Так что не было никакого интереса в том, чтобы убивать этих людей. Но на данный момент погибло более полумиллиона украинских солдат. Может быть еще полмиллиона или миллион получили ранения. Мы не знаем. Мы знаем, что больницы переполнены. Мы знаем, что они переполнены. А украинская армия, как она есть, лежит в руинах. Они делают все, что в их силах, чтобы удержаться на клочках земли. Единственная причина, по которой русские не продвинулись дальше быстрее прямо сейчас, когда украинская оборона фактически рухнула, заключается в том, что земля не выдержит этого. Сейчас очень-очень грязно. И скорее всего так будет по крайней мере до середины или конца апреля. Верно. Но я предсказал в тот момент, что российские сухопутные войска двинутся вперед к реке Днепр. Они, вероятно, сократят расстояние между тем местом, где они сейчас находятся, и, конечно же, Харьковом, может быть, Киевом. И они, конечно же, переправятся через реку и возьмут Одессу. Пока мы не видим никаких признаков этих вещей. Но если вы посмотрите на распределение сил и на то, сколько военной мощи находится в их распоряжении, это произойдет. До тех пор мы увидим еще больше стратегических ракетных ударов, подобных тем, что произошли в минувшие выходные, в результате которых, по сути, были затемнены четыре крупных города Украины из-за разрушения энергетической инфраструктуры. Другими словами, они будут наносить ответные удары по всей стране, демонстрируя, во-первых, что если мы будем достаточно глупы, чтобы войти в Западную Украину. И я говорю «мы», я имею в виду НАТО. Верно. И ты знаешь, прямо сейчас я даже не уверен, что означает НАТО. НАТО находится в состоянии беспорядка. Из Вашингтона нет никакого руководства. Макрон делает нелепые заявления, которые отвергает его собственное население, но, похоже, он отправил несколько тысяч французских военнослужащих. В основном из иностранного легиона в Румынию. Мои источники в Министерстве обороны Франции говорят мне, что лучшее, что они могут сделать, это около 7,7 тысячи военнослужащих, которые могли бы быть готовы к боевым действиям на Украине. Он говорит о 20 тысячах человек. Люди задаются вопросом, откуда возьмутся остальные. Но дело в том, что если они достаточно глупы, чтобы отправиться на Украину с идеей расположиться перед Одессой или что-то в этом роде, они будут уничтожены. Потому что прямо сейчас, если вы ступите хоть одной ногой на Украину, русские об этом узнают. Они держат это под наблюдением. Они могут нацелиться на это, они могут нанести удар по этому месту. И они продемонстрировали не только своими гиперзвуковыми ракетами, но и всеми своими крылатыми ракетами, тактическими баллистическими ракетами и так далее. Что нет ничего, до чего они не могли бы дотянуться. Сейчас опросы говорят о том, что в прошлом они совершали глупые поступки, но, к счастью, их начальник штаба выступил с заявлением и сказал, что мы не готовы это сделать. Ты же знаешь, что речь идет об огромной территории в глазах этого человека. И мысль о том, что несколько тысяч военнослужащих что-то изменит на данный момент, смехотворно. Это, наконец, мысль о том, что мы могли бы отправить туда что угодно, и мы отправляем посылку, я думаю, на сумму 300 миллионов прямо сейчас, серьезно изменит ситуацию на местах. Это чепуха. Так что эта война по сути окончена, но мы откладываем ее окончание, потому что не хотим признавать, что совершили ужасные ошибки, что мы сильно просчитались. Никто не хочет встать и сказать это. И, честно говоря, немцы, я думаю, что опросы в частном порядке говорят об этом. Я знаю, что другие члены НАТО говорили об этом с Макроном. Если ты думаешь, что мы пойдем туда вместе с тобой, ты сумасшедший. Они не пойдут. Так что французам придется стоять там в одиночку, и мы ясно дали понять, что не пойдем. Так что реальный вопрос заключается в том, что же мы все делаем. Почему? Почему мы поднимаем эту тему? Потому что люди, которые страдают больше всего, это украинцы. И эта последняя глупость, эта ужасная атака в Москве не принесла ничего, кроме силы, решимости и решительности внутри российского государства, среди его народа. А также его руководство, чтобы сокрушить Украину. Президент Путин, к его неприходящей чести, был очень осторожен, очень-очень медлителен в попытке избежать именно этого. Он не заинтересован в том, чтобы, цитирую дословно, сокрушить Украину. Он просто хотел бы видеть ее нейтральной и не опасной для России. Верно. Но мы не хотим разговаривать с этим человеком. И ты знаешь, что для этого есть целая рифма или причина, что нелепо. Но, может быть, мы поговорим об этом позже. Но прямо сейчас нам просто нужно понять, что война окончена, и нам нужно официально ее завершить на благо украинского народа. Да, это мощное-мощное заявление. И я просто хочу последовать этому, потому что ты опубликовал очень интересный твит, о котором ты только что упомянул. Я просто хочу поднять этот вопрос для собравшейся здесь аудитории о том, что потери Украины в конфликте с Россией должны исчисляться миллионами. Как заявил бывший начальник польского генерального штаба, и что Киев проигрывает войну и не имеет ресурсов для продолжения борьбы с Москвой. Это довольно серьезное заявление, с которым я согласен. Я имею в виду, когда мы увидели, как вышел Макрон и сказал, что мы не будем выступать против ввода войск НАТО на землю. Это был действительно интересный сигнал. Я имею в виду, ты же знаешь, что сразу же выступил канцлер Германии и сказал, что нет, это неправильно. Мы должны немедленно осудить это. И просто кажется, что у НАТО нет четкой миссии в отношении того, что они на самом деле пытаются сделать. Некоторые люди здесь в Соединенных Штатах говорят, ну что же, давайте просто поможем Украине. Давайте дадим им путь к членству в НАТО, что только усугубит ситуацию. Но ты же знаешь, чем это закончится, полковник. Я имею в виду, каков следующий шаг здесь в Вашингтоне и как они это делают. Сможем ли мы переломить ситуацию здесь и действительно изменить нашу политику? Или это просто будет продолжаться в виде бесконечной войны, которая, как ты сказал, наиболее разрушительна для украинского народа? Что же, это важный вопрос. Позвольте мне ответить на него следующим образом. Прямо сейчас, внутри кольцевой дороги, у вас есть клика людей, которые называют себя глобалистами. Сейчас мы могли бы потратить много времени на то, чтобы разобраться в том, что такое глобализм. Но по сути речь идет о людях, которые решили назначить себя богами и определить, как должны жить все люди во всем мире. Другими словами, повестка дня ЛКПТК плюс все, что бы это ни было, плюс повестка дня по разрушению семьи, плюс повестка дня атеизма, все эти вещи связаны воедино. Требуют, чтобы мир преклонял перед ними колени, кланялся и воздавал им почести, как людям, обладающим монополией на истину, справедливость и, знаете ли, историю. Так что они заняты процессом денационализации самих себя. Вот что они делают здесь, в Соединенных Штатах. Вот что они сделали в большей части Западной Европы. Они хотели получить контроль над Россией, денационализировать ее, лишить ее ресурсов, эксплуатировать ее. Это та толпа, с которой вы имеете дело. И их точка зрения заключается в том, что они представляют эту расплывчатую вещь под названием либеральный международный порядок, в котором они принимают решения и определяют, что является справедливым, а что нет. Все, кто находится за пределами этого либерального международного порядка, являются, цитирую дословно, авторитарными. Как будто в том, что происходит на Западе в наши дни, есть хоть что-то демократическое. Потому что если вы встанете и бросите вызов чему-либо, вас немедленно заклеймят как расиста и антисемита, назовите это как угодно. Пройдитесь по списку эпитетов и пригрозите всем, начиная с потери вашего банковского счета и дохода и заканчивая тюремным заключением в зависимости от того, где вы находитесь. Так что их вряд ли можно назвать демократами. Но у этой клики, которая сосредоточена в Вашингтоне, сейчас во главе стоят Байден и руководство в Сенате, как демократы, так и республиканцы. Они являются частью единой партии. Они все стоят за этой бессмыслицей. И они хотят убедиться, что они победят. Но проблема в том, что они проигрывают повсюду. Они вызвали огромное сопротивление всему, что они хотят сделать здесь, дома в Европе, внутри России и во всем остальном мире. Но эти люди будут продолжать настаивать на этом и требовать, чтобы все склонились перед ними, пока они не лишатся власти. Так вот, все надеются, что предстоящие в ноябре выборы приведут к переменам. Мы не знаем. Нам нужно будет посмотреть. Просто пока не ясно. Вот в чем проблема. Я не вижу ничего хорошего до тех пор, пока мы не избавимся от этой администрации. Да, это очень сильные слова. И да, опять же, я думаю, что наши мысли обращены к людям в Украине. И я имею в виду, что должно быть какое-то решение. Потому что мы просто идем по пути и делаем одно и то же снова и снова. И как мы знаем, в этом и заключается определение безумия. И здесь просто нет никакого прогресса. И конечно же, опять же, когда у нас есть такие откровенные люди, которые понимают внешнюю политику, как вы, Стивен Уолт. У нас есть эти выдающиеся голоса в Америке, которые высказываются. Я думаю, что нашим политикам пора сделать шаг вперед.